В 1968 году режиссером Леонидом Гайдаем была снята советская эксцентрическая комедия «Бриллиантовая рука». Образ главного героя Семена Семеновича Горбункова был создан исходя из актерских данных Юрия Никулина, который попал в съемочную группу без кинопроб. Съемки проходили с апреля по ноябрь 1968 года в Сочи, Адлере, Туапсе, в Москве, Баку и в других городах. Картину показали на большом экране 28 апреля 1969 года. В первый год проката «Бриллиантовую руку» посмотрели почти 77 миллионов зрителей. В 1970 году режиссер Леонид Гайдай и актер Юрий Никулин были удостоены государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых за участие в создании кинокомедии последних лет, в том числе фильма «Бриллиантовая рука». В 2023 году картине «Бриллиантовая рука» исполнилось 54 года. Многих актеров, сыгравших в этом фильме, уже, к сожалению, нет в нашем мире. Сегодня я расскажу вам об актерах ленты, которые живы. Вы узнаете, что с ними стало спустя столько лет. Брось эти шуточки! У тебя там не закрытый, а открытый перевод. Жену Семена Семеновича Горбункова Надю сыграла Нина Гребешкова. В 1950 году актриса впервые снялась в кино. Она сыграла небольшую роль в фильме «Смелые люди». В основном Нина Гребешкова известна по ролям второго плана в картинах Леонида Гайдая. Среди них «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика», «12 стульев», «Не может быть», «Спорт лото 82», «Опасно для жизни» и в других. На сегодняшний день Нина Гребешкова сыграла в кино более 70 ролей. Последний раз она снималась в кино в 2020 году. Актриса снялась в драме «Содержанки 2», сыграв соседку Даши. В 1953 году Нина Гребешкова вышла замуж за режиссера Леонида Гайдая, с которым прожила вплоть до его смерти в 1993 году. В этом браке родилась дочь Оксана, которая работает экономистом. Актриса редко, она все же появляется на экранах. Иногда она снимается в документальном кино и посещает различные телепроекты. Сейчас Нине Гребешковой 93 года. Светлана Светличная сыграла Анну Сергеевну. Роль была озвучена Зоей Толбузиной. Кроме фразы «Не виноватая я, он сам пришел». Ее озвучила сама Светлана Светличная. В 1959 году она дебютировала на экранах, снявшись в фильме «Колыбельная». Первая узнаваемость к Светлане Светличной пришла после исполнения главной роли в фильме 1965 года «Стрепуха». Настоящую славу актриса получила именно благодаря роли Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке». В дальнейшем актриса снялась в таких фильмах, как «Неподсудин», «Держись за облака», «17 мгновений весны» и в других. Также актриса немного работала на дубляже иностранного кино. Всего в фильмографии Светланы Светличной около 70 работ, включая проекты по дубляжу. В 2016 году она перестала сниматься в кино. В октябре 2023 года стало известно, что уже год Светлана Светличная находится в психиатрической клинике. Актрису госпитализировали с поражением мозга. У Светланы Светличной выявили деменцию и болезнь Альцгеймера. Актриса была замужем два раза. От первого супруга, актера Владимира Ивашова, у Светланы Светличной родился сын Алексей и сын Олег, которого не стало в 2006 году. Второй брак актрисы продлился 27 дней. Светлане Светличной сейчас 83 года. Контрабандиста в Стамбуле сыграл Леонид Каневский. В 1964 году актер впервые появился на экранах. Он сыграл роль в фильме своего брата Александра Каневского «40 минут до рассвета». Широкую узнаваемость Леониду Каневскому принесла роль майора Томина, которого он сыграл в советском сериале «Следствие ведут знатоки». Также актера знают по ролям в таких фильмах, как «Д'Артаньян и три мушкетера», «Здравствуйте, я приехал», «Семин» и по другим. С января 2006 года и по сей день Леонид Каневский является ведущим документальной телепередачи «Следствие вели», которая пользуется большой популярностью. За годы творческой деятельности Леонид Каневский снялся более чем в 50 фильмах и сериалах. С 1975 года актер женат на Ане Березиной, дочери известного артиста Ефима Березина. В этом браке в 1977 году родилась дочь Наталья. Сейчас Леониду Каневскому 84 года. Роль Путаны в Стамбуле сыграла Виктория Островская. После этого она появилась в кино еще один раз. Через год Виктория Островская сыграла девушку в «Душе» в картине «Старый знакомый». Более 30 лет актриса проработала библиотекарем в отделе искусств Российской государственной библиотеки. Уже много лет Виктория Островская является фитнес-инструктором по аэробике в одном из оздоровительных центров Москвы. Она продолжает работу по сей день. Два раза актриса была замужем. У нее есть сын, а также был внук Никита, которого не стало в этом году. Виктория Островская иногда появляется на экранах. Так, например, в начале 2023 года она была гостем программы, посвященной столетию со дня рождения Леонида Гайдая. Сейчас Виктории Островской 85 лет. Дмитрий Николаев сыграл Максима, сына Семена Семеновича Горбункова. В 1966 году актер сыграл свою первую небольшую роль в картине «Крылья». После ленты «Бриллиантовая рука» Дмитрий Николаев сыграл роли в фильмах «Шаг с крыши», «Обновили», «Это мы не проходили» и «Розыгрыш». После этого он завершил свою актерскую карьеру. Дмитрий Николаев и сейчас продолжает заниматься творчеством и преподавательской деятельностью. Он читает курс работы актеров кино и на ТВ в Высшей школе сценических искусств, основанной Константином Райкиным, и периодически создает аудиоспектакли по известным художественным произведениям. Так, в 2021 году благодаря ему стала доступна звуковая версия романа «Антиутопии» 1984. Дмитрий Николаев женат, у него есть два сына и дочь. Сейчас актеру и режиссеру 63 года. Максим Никулин сыграл небольшую, но очень яркую роль мальчика с сачком. После этой роли он снялся в кино еще один раз. В 1972 году он сыграл школьника в фильме «Точка-точка запятая». С 1974 года Максим Никулин был корреспондентом газеты «Московский комсомолец». С 1986 года он работал на центральном телевидении в редакции информации в программе «Время», а также вел программу «Утро». В августе 1997 года после смерти своего отца Юрия Никулина он занял его место, став генеральным директором и художественным руководителем Московского цирка на Цветном бульваре, который был назван именем Юрия Никулина. Максим Никулин был трижды женат, во втором браке у него родилась дочь Мария, а в третьем сыновья Юрий и Максим. 15 ноября 2023 года Максиму Никулину исполнилось 67 лет. Продолжение следует... Продолжение следует...